Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. По мнению Котлова, так банки ищут пути борьбы с последствиями кризиса. По мнению Котлова, отделения банков, которые несут на себе социальную нагрузку, например, работают в удаленных населенных пунктах, сохранятся, даже будучи нерентабельными. Экономика. На 101 АФМ. Отель «Хилтон» может купить АФК «Система». Она ведет переговоры о покупке отелей, ранее принадлежавших структуре экс-губернатора Никиты Белых. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, близкие к участникам сделки. Ее сумма может составить до 38 миллионов долларов. Помимо кировского отеля «Хилтона», АФК «Система» может приобрести отели сети в Перми и Екатеринбурге. От официальных комментариев финансовые компании отказываются. Экономика. К другим новостям. Смена отказалась от кинотеатра «Октябрь». Изначально некоммерческое партнерство, получившее в аренду два кинотеатра «Октябрь» и «Дружбу», закрыло его на ремонт, однако впоследствии инициировало расторжение контракта об аренде, пишет город Киров.ру. Как пояснили в администрации города, здание кинотеатра «Октябрь» отнесено к выявленным объектам культурного наследия. Из-за этого его ремонт требует выполнения ряда обязательных условий. Вопрос о дальнейшем использовании кинотеатра будет решен после проведения капитального ремонта, говорят в мэрии. Белохолуницкий машстройзавод продадут единым лотом. Он оценивается в сумму более 41 миллиона рублей. Лот включает в себя семь зданий, право аренды земельного участка, оборудование и материалы. Сейчас идет поиск инвестора по решению арбитражного суда. В июне 2016 года на заводе введена процедура конкурсного производства. Изначально кредиторы планировали продать имущество по частям, но по инициативе налоговиков все же решено продать комплекс единым лотом. На части активов «Молота» найден покупатель. Директор компании «Молот» Армс Аравиль Нургалеев стал победителем по одному из аукционов. Он предложил 5 миллионов рублей за центр кабельного телевидения «Молот». По остальным лотам продажа непрофильных активов признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок. Среди них издание склада кислот, автозаправочная станция, теплотрасса, объекты незавершенного строительства. Повторные торги назначены на 6 июня. Напоследок, коротко, несколько цифр. На 3,5% за первый квартал этого года выросло промпроизводство в Кировской области. 7 миллионов евро вложила компания «Наналека» в расширение производства твердых лекарственных форм в регионе. На 0,1% сократилась за первый квартал этого года регистрируемая безработица в Кировской области. И о валютах. Доллар сегодня стоит 56,24, евро 60,61. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.